С собой мы берем обязательно аптечку. В аптечке у нас есть все медикаменты, одеяло спасательное, перчатки, бинты. А еще теплые вещи и термос с горячим чаем. Такой спаснабор поисковики готовят не для себя. Сегодня ночью волонтеры выходят на поиски замерзших. Миссия – спасти тех, кто в низкие температуры оказался на улице. Отличить своего клиента добровольцам помогают годы опыта. Если человек идет ровной походкой, я сразу же смотрю, что этому человеку не нужна наша помощь. Если же человек мечется, он не понимает, где он находится, идет неровно, тогда мы, конечно, останавливаемся. Я представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Можем ли вам что-нибудь помочь? Нет, спасибо. Все в порядке? Да. Помощь не требуется. Понял тебя. Поехали дальше. Однако тех, кому помощь все-таки требуется, немало. Только за одну ночь на улицах находят от двух до пяти человек. Большинство оказываются под шофе. А еще попадаются граждане, которых подвыпившие друзья по ошибке привезли в другой район. И жители в неадекватном состоянии после драки или аварии. Он пьяный вообще в Матину. С такими несчастными глазами «увезите меня домой». А видимо в машине ему стало хорошо, он отогрелся, почувствовал себя в безопасности. Начал с нами грубо разговаривать, материться. Поэтому в отряде строгие правила безопасности. Работают как минимум в паре. Пилот всегда остается в машине, а пассажира никогда не садят за водительским сидением. При этом волонтеры отмечают, что сразу ставить крест на человеке нельзя. Люди идут по улице, они встречают человека, который разговаривает как пьяный. На самом деле он трезвый. Когда человек замерзает, на самой первой стадии сводят мышцы лица, и речь становится немного невнятной. В первую очередь скорую, всегда скорую. Даже мы не можем оказывать какую-то медикаментозную помощь. Поисковики и сами не отказываются от помощи. Сейчас в добровольческих отрядах в миллионном Челябинске работает сто с небольшим человек. Присоединиться к спасательной команде может любой совершеннолетний житель. А челябинцам напоминают, что сообщать о пропаже близких нужно как можно раньше. Тогда шансы на спасение возрастают в разы. Наталья Петрухина, Павел Востротин, 31 канал.